Шарохинский фестиваль Он пел на сцене самой Людмилы Зыкиной, исполнял частушки, продвигал фольклор. Поэтому и фестиваль в руссконародном стиле. Гостей давно мы ждем, поджидаем. Гуляние без вас не начинаем. Ежегодно на фестиваль приезжает до 7 тысяч человек. Желательный дресс-код, сарафан и косоворотка. Просторно, свободно. Это же лен, комфортная одежда. Когда прохладно, в ней тепло. Когда жарко на улице, в ней тоже комфортно. И вот в таком виде гуляете от подворья к подворью, где вас угостят, споют и проведут старинный обряд. Вот, например, луковая слеза. Нужно бросить монетку. Монетка? Да. Правой рукой. Пошуршать шелухой. И сказать волшебные заговорные слова. Как шуршит шелуха, так шуршат деньги в моих карманах. И буквально завтра вы проснетесь богатой. Ну, как бы вот что прилипло, то прилипло. То есть у меня не будет денег? Нет, вы разбогатеете обязательно послезавтра. А другой обряд и вовсе меня поразил. Оказывается, раньше в деревнях по осени хоронили мук. В гробиках из огурцов. При этом причитали. Моя зла, дядя, 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 дядя. Так девушки раньше выгоняли насекомых из избы, да заодно устраивали себе смотрины. А осенью все дружно гуляли на свадьбах. Деткам тоже есть чем заняться на фестивале. Это затоны. А зачем они тебе? Что они потом тебе дадут? Ну, не знаю. Они нам дадут приз. Они потом могут обменять их на сувениры. Да? А какие сувениры? Ну, я вот, если честно, не смотрела, не ходила еще пока. Ну, ценные, хорошие? Ну, конечно. А можно вас так просто вымутить? Нет. Только через канат. Я с телевидения? Нет, не сработало впервые. Вы тоже раздаете эти бонусы потом, да? А вот, может, вы мне просто так дадите? Ну, нет, как надо? Поучаствуйте, дадим, выиграйте. Так нельзя. Почему нельзя? Я же с телевидения. Так что? Какие галышманы, вы все честные? Ну, и пожалуйста, что нет у меня бонзу. Зато мне дали талон на бесплатное питание. Вот пойду сейчас пообедаю. Что тут вкусненького? Ну, вы поняли, голодными с фестиваля не уйдете. Без покупки тоже народные умельцы из галышманова показали все, на что способны. Например, Елена делает ростовые цветы, которые оккупировали инстаграмщики. Слушай, они как пчелки летают, опылят. У меня потом много их расцветет цветов. А вы соберете прибыль, да, потом? Да. Гвоздь программы – это бои стенка на стенку. Добрые молодцы из разных деревень пытаются вытолкать друг друга из круга. Кому-то это удается очень легко. На борьбу раньше ходил. После то же самое испытание, но на одной ноге. Вам не обидно, что ваша команда проигрывает? Нет, главное – участие. Сложно было очень, но мы смогли перебороть страх. Взялись духом и победили. Прямо как наша сборная по футболу в матче с Испанией. Но не будем отвлекаться. Шарохинский фестиваль длится 4 дня. Среди гостей бывают замечены первые лица области. А в этом году району еще и 95 лет. Главный подарок Галышманова – статус городского округа. И есть за что. Они заняли первое место по производству молока. И это не случайный результат. Это результат многолетней, сложной, ответственной, непростой работы. В целом, администрации Галышмановского района, правительства Тюменской области по привлечению инвесторов. Но статус не повлияет на фестиваль. Его проведут и на следующий год. Лично я точно еще раз приеду. И я не одинока в своем желании. Нравится масштабом, объемом, тем, что все очень интересно. Столько станций, есть что посмотреть. Мы планируем быть до самого вечера, а потом усыпить детей и снова приехать. Отличный план, тем более, что ночью зажигают огромный костер, вокруг которого устраивают пляски. Не забывайте, что вы тоже можете нас пригласить. Для этого напишите в нашу группу ВКонтакте «Самая красивая деревня». Либо опубликуйте фото в Инстаграм с хэштегом «Карина приезжай» и мы обязательно приедем.